С нами на связи Дмитрий Тужанский, директор Института Центральной Европейской Стратегии, основатель проекта Reopen Ukraine. Дмитрий, здравствуйте. Рада вам, как всегда, в эфире Freedom. Добрый вечер. Здравствуйте. Как решение Европарламента той резолюции, имею ввиду о состоянии ценности ЕС в Венгрии, о том, что она не сможет государству выполнять надежную свою роль во главе Совета ЕС, в целом может повлиять на позиции Будапешта в Брюсселе? Никак не сможет. Это избирательная кампания. Венгрия была под угрозой, что ее, возможно, лишат права возглавлять Евросоюз с 1 июля 2024 года, но это было где-то полгода назад. Тогда реально это обсуждалось. И, как ни странно, тогда это было в контексте Украины, потому что Виктор Орбан с конца октября прошлого года, весь ноябрь, декабрь, он не особо шел на компромисс как раз по украинскому вопросу, по открытию переговоров с Украиной по 50 миллиардах. И тогда рассматривались разные сценарии. Но сегодня это... Скорее, знаете, это уже 14 лет это констатирует. Но вот что делать в современной Венгрии, вот это большой вопрос. То, что ее не лишат этого права и мандата, то есть 1 июля Венгрия будет во главе Евросоюза. Ну формально это не означает, что прям всем Евросоюзом будет оправлять Виктор Орбан или Венгрия. Но в части как раз Совета ЕС, это да, в вопросе структурирования вот адженды в повестке дня, это, конечно, Венгрия будет делать. Она будет делать ставку на Западные Балканы, будет игнорировать Украину. Но это все будет такая игра. Виктор Орбан это очень любит, к этому готовится. И нам тоже надо быть готовы. В целом, такое решение Европарламент, оно создает для самого государства, для всех, как я понимаю, граждан этой страны, ну такой образ ненадежной страны. Государство, которое не может выполнять свои функции, свои обязанности, в целом ненадежного председателя, возможного Совета Европейского Союза. В целом, это ведь больше, наверное, если вот в практическом плане так себе, да, может влиять, то более в моральном таком плане, что ли, при принятии возможных решений в отношении государства, это решение Европарламента будет также, наверное, рассматриваться. И в целом для самих венгров, ну это не совсем приятная такая история. Понимаете, в чем проблема? Все к этому уже привыкли. О высоких ценностях в мире политики. Нет, 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 нет. Вы очень правильно все говорите. И для... Просто, поймите, все уже привыкли к тому, что Венгрия это не либеральная демократия. Это не... Ну, вот смотрите, когда было вторжение, началось, я был в Венгрии, я сейчас в Украине, я работал в Венгрии в международной миссии по наблюдению за выборами. И уже тогда это было без прецедента, что Венгрия стала первой страной Евросоюза, куда отправили полноценные миссии по наблюдению за выборами. Потому что это сигнал того, что с демократией что-то не так. То есть ни в одной стране Евросоюза не работали миссии. Я вам скажу, я там сколько-то... Два месяца читал их законодательство. Ну, когда вторжение началось, конечно, было не до того, но все равно. Мы писали какие-то отчеты, да. Ну, качественно делали свою работу, я вот так скажу, но вынуждены были. И я вам скажу, там, например, в венгерском законодательстве легализирован административный ресурс. Чиновник может агитировать со своего рабочего места, использовать автомобиль свой, использовать государственные деньги в избирательной кампании для своей партии. Это не противозаконно. Это написано в законодательстве. И там таких вещей, когда ты смотришь и думаешь, вау, так можно в Евросоюзе, да. Поэтому, знаете, к сожалению, к этому все уже привыкли. И вот вопрос, что делать с этой войны, как ее изменить. Потому что, например, в отличие от той же Словакии, где вот тоже, да, двое последних выборов проиграла прозападная оппозиция тогда, это власть. То есть фактически сейчас вот эти антизападные силы в Словакии, они получили все ключевые посты. Но там оппозиция очень сильная, там, ну, как бы, да, страна разделена. Но вот идут дебаты. В Венгрии, ну, дебаты, вы вот вспоминали о Петере Мадере. Вот в этом, наверное, его и феномен. До, там, когда, до 8 марта, что ли, о нем никто ничего не знал. До 8 и февраля. О нем ничего никто не знал, да. То есть это человек ниоткуда. Он просто винтик в системе. Он работал там в каких-то наблюдательных советах. Человек воспитан фидесом, да. Он сэстеблишен вот этого. Ну, вот тут он вышел, протест, он начал говорить. И вот 13 процентов или там больше 10. То есть он говорит, в принципе, ничего нового. Вы поймите, это все уже давно написано независимыми венгерскими медиа. Это часто повторяет классическая вот оппозиция. Ну, ей не особо люди верят. А тут человек системы. И вот, видите, такой протест, он появился. Ну, посмотрим, как это будет на результатах местных и европейских выборов. Потому что, знаете, вот этот эффект столицы, это когда люди... И такой европейской столицы, имею в виду. Одно дело выйти на улицу, когда хорошая погода. Другое дело прийти на избирательные участки, особенно если там еще в тот день будет дождь. Это часто большая разница в Европе. Дмитрий, вот, кстати говоря, я приберегу свой вопрос на потом. Сейчас уточню, насколько я понимаю, Будапешт все-таки это больше антиорбановский город. Это не совсем такая репрезентативная история для Венгрии, если выходят на протесты. Ну да, абсолютно. Ну, смотрите, бастовали и протестовали. Вот с Петром Мадером это прецедент. Это очень интересно наблюдать. Посмотрим, что это вылится, собственно говоря, в результатах как раз голосований. Но да, да, Будапешт, он изначально против Орбана. Там оппозиционный мэр. Ну посмотрим, сейчас интересная игра, потому что местные выборы в Венгрии будут как раз одновременно с выборами к Европарламенту. И в Будапеште там Фидес разыгрывает интересную партию. Там есть формально независимый кандидат, потому что от Фидеса идет госпожа Сент-Кирай. Она с правительства, молодая такая женщина и все такое. Но мне кажется, что Фидес ставит на другого кандидата, который как бы независимый. Ну посмотрим, чем оно все закончится. Но да, и знаете, вот у нас в Украине Венгрия, она в медиа с последние годы, это знаете, какое-то такое очень странное гибридное государство, когда люди приезжают в Будапешт, они этого не видят. И это правда, потому что Будапешт это классическая такая западная Европа, слишком даже иногда западная. Но по поводу другой Венгрии, которая как раз голосует за Фидес, она антизападная, часто пророссийская, в некотором степени даже антиукраинская, такая изоляционистская, она трампистская, конечно. Вот очень-очень специфическая, да. Да, но и при этом очень часто вот эту всю позицию Орбана с блокировкой часто средств помощи Украине, всему остальному, объясняли тем, что, наверное, он таким образом пытается выторговать какие-то выгодные для Венгрии условия, средства, все что угодно. Насколько такая версия имеет право на жизнь? Конечно. Но тут, вы поймите, Виктор Орбан блокирует многое постоянно. И тут он такой политик, он очень хитрый политик. И не глупый так точно, я бы сказал, даже умный. И тут очень важно понимать контекст. У него под каждое важное решение есть свой план. Он очень хотел заблокировать открытие переговоров с Украиной. Не то, чтобы заблокировать нас совсем, но оттянуть его. Так как трамписты тянули с помощью для нас, да, тянули полгода. Ну, меньше полгода, к счастью. Но все равно тянули. Например, он также хотел заблокировать 50 миллиардов для нас. Ну, как вот трамписты делали это в Соединенных Штатах. Не получилось. Он хочет сейчас хоть что-то заблокировать. Потому что избирательная кампания идет, да. И он изначально хотел вообще идти под антиукраинскими такими лозунгами. Но, опять-таки, ему не позволили. Потому что у Виктора Орбана на повестке дня ему надо вступить в какую-то группу в Европарламенте. С ЕПП его попросили. Он смотрит сейчас на группу реформистов, консерваторов и реформистов. Это госпожа Мелони, это польский ПИС. Вообще, Виктор Орбан хочет объединить правых. Он сейчас сделал такую большую пиар-компанию, как лидер правых. Вот там в Брюсселе форум. Сейчас вот это консервативного движения. Ну, короче, там конференция была в Будапеште. То есть там был, например, голландец Вилдерс или нидерландец, да. Был Моровецкий. То есть он играет такую игру по-крупному, знаете. И, то есть, идти ва-банк против Украины он не может. Но вот хоть что-то заблокировать он пытается. Хотя это, опять-таки, не только в вопросе Украины. Посмотрите, как Швеция и ратификация ее вступления в НАТО. И как это все была игра с Анкарой. В конце Виктор Орбан чуть ли не сел в лужу, но потом, знаете, спасся, что ли. В контексте о теме председательства в Европейском Союзе. Политику не так давно описало приоритеты председательства. Для наших зрителей поясню. Оно сосредоточится на борьбе с нелегальной миграцией, интеграцией в ЕС Западных Балкан. И в целом не будет акцентировать внимание на проблемах климата. Просто в это же время, в декабре прошлого года, Орбан сказал о том, что его председательство в Венгрии в ЕС, оно будет больше миротворческим. А целью является оккупировать Брюссель. Как, собственно, цели Орбана оккупировать Брюссель, они соотносятся с теми приоритетными, которые описала политику? Ну, выборы будут до 1 июля. Поэтому он хочет сначала оккупировать Брюссель, а потом уже взяться за те дела, которые вы перечислили. Миротворческие, ну, знаете, такое. То есть у Орбана нету мирного плана, да. Даже такого, который там всплывал где-то в медиа, в китайской версии или в турецкой версии, то вопрос, чья это была версия, выглядит вообще это, ну, в турецком варианте, это вообще какой-то слив, по-моему, с Кремля. Но, опять-таки, Виктор Орбан сегодня, что касается Украины, он будет делать все, чтобы, знаете, избегать каких-то конкретных решений по поводу Украины. И, ну, знаете, когда ты во главе Евросоюза, сложно будет избегать встречи с Владимиром Зеленским, но Виктор Орбан будет пытаться это делать. А то он делает последний год, честно, ну, не год, меньше, где-то с августа. Августа, да. Он явно избегает встречи. Ну, даже дольше, честно говоря. Владимир Зеленский, по-моему, уже два раза его приглашал. И там вот есть такая позиция, ну, не ехать, не встречаться, потому что надо о чем-то договариваться. Виктор Орбан договаривается с Украиной, по поводу Украины не хочет. Ему выгодно вот спекулировать Украиной, как бы шантажировать Украиной. Но это будет чем дальше, тем сложнее. Вот, но, опять-таки, тут многое, что зависит от нас. Виктор Орбан – это политик, которому нужно ставить рамки и которого нужно убеждать, и так, знаете, по-европейски, скажем так, к чему-то, как это так, спунукаты, да. То есть его надо ставить ему рамки, чтобы он делал то, что, собственно говоря, нам нужно. То есть нам надо действовать проактивно. И действовать как напрямую, что сейчас происходит, честно говоря. Украинская власть, вся вертикаль работает. То есть от Офиса Президента, МИД, вице-премьер с евроинтеграцией, даже на уровне Закарпанской ОВА, хотя вроде как-то, может, для кого-то выглядит это нелогически, что двусторонние отношения имеют такой сильный региональный контекст. Но это важно. С Венгрией это очень важно. Поэтому это все работает. Но Виктор Орбан, ну, надо быть готовым. Он будет, скажем так, стараться этого всего так нивелировать и вот избегать. Последнее заявление Сиерта, что, мол, там уже какие-то проблемы с венгерскими компаниями, с Рихтер. Это, опять-таки, скорее повод. Поэтому нам нужны союзники. Надо говорить, мне кажется, с Писом, с Мелони. И надо, честно говоря, дождаться результатов европейских выборов и решения Орбана, куда же он все-таки идет. То есть там, вот это, знаете, вот эти две-три недели после, когда там, 11 июня до 1 июля, там очень много будет на кону. Очень интенсивный график. То есть там надо проголосовать переговорную рамку. Посмотрим, что будет с новой Еврокомиссией и так далее, ну, подобное. То есть это все будет очень интересно. И я говорю, нам надо быть готовыми. Насколько я знаю, украинская сторона готовится. Поэтому fingers crossed, как говорят. Да, с Орбаном всегда ухо востро нужно держать, что мы, собственно говоря, и делаем. Но вот опять же, Европарламент, он как будет смотреть, если Орбан начнет, ну, скажем так, злоупотреблять своими полномочиями во время вот этой главенствующей роли в Европейском Союзе? Будут просто молча смотреть? То есть это будет такой демократический процесс, мол, имеет право. Ну, либо все-таки вот будут какие-то попытки, ну, не давать ему перейти определенные границы? Смотрите, там границы очень четкие, там ему сложно будет перейти. Но я, в общем, мой прогноз, что будет весело. Весело это будет скорее в публичной плоскости, потому что Виктор Орбан, это его была цель, вы поймите. Это не то, что там он что-то против этого, но он всем уже надоел, да. И поэтому это, знаете, будет как дело чести каждого там, либерала особенно, сделать какую-то резолюцию, заявление по поводу Орбана, Венгрии и так далее и тому подобное. Поэтому тут, знаете, важно, чтобы это медийные такие размены или скандалы там с первого июля или перед первым июлем не отвлекали от того, что нужно нам. А нам нужна переговорная рамка, четкое движение по вступлению, там, поддержка, вот на боеприпасы нужны деньги, да, спецфасилити вот этой программы. Поэтому нам, как бы, пусть они скандалят, это, в принципе, нормально, это их дело, внутренняя политика Евросоюза, а нам надо, знаете, так, очень гибко, гибко действовать. И, опять-таки, я повторюсь, важно действовать напрямую, общаться с Будапештом и работать с нашими союзниками. Ну, после выборов до Европарламента оно станет более все четко, но столицы останутся все те же. То есть нам надо будет работать через Варшаву, нам надо будет работать через Рим, нам надо будет работать через Париж, Берлин и, конечно же, Брюссель. И в конце, Дмитрий, возвращаясь к заявлению господина Орбана о том, что Будапешт – это в целом Европейский союз, Будапешт – Брюссель, и в целом Европейский союз – это Советский союз, оккупация Советского режима, сравнение, вот прочее, прочее. И вот эта вот цель его оккупировать Брюссель, все вот эти громкие заявления, что стоит за этими громкими заявлениями по факту? То есть, к примеру, господин Орбан Фидес в целом, вот его позицией добивается невероятных успехов вообще в целом по Европейскому союзу, по Европе. Какая конечная цель? То есть, привести Европу, сделать ее, не знаю, правой что ли, ультраправой, ввести законы определенного тембра и плана, как вы видите? Я не уверен, что у Виктора Орбана есть такой большой план. То есть, его план и идеал объединить правых и стать второй силой, как объединенные правы, второй силой с Европейской народной партией и навязывать им повестку дня. Для Виктора Орбана в идеале стать, возможно, не первым или лидером этих объединенных правов, ну, скажем так, вторым или таким идеологическим крестным отцом, я бы даже так сказал, да, как самый опытный политик такой, у него вот ролевая модель, в Венгрии получилось это все. То есть, это его мечты. Ну, цели также и поскромнее, нужны и деньги, нужна и власть, нужно и сохранить эти все связи с Китаем и с Россией в ситуации, когда мир поляризируется и санкции накладываются. И ты, ну, если ты публично там заявляешь одно, но Венгрия все дальше и дальше просоединяется к разным типам санкций, оно в виде таких внутренних распоряжений, что, мол, давайте ориентироваться там даже на американские санкции. То есть, да, то есть, знаете, вот очень-очень разные цели. Одна из целей Виктора Орбана – это не допустить, чтобы госпожа Урсула, действующая президентка Еврокомиссии, возглавляла Еврокомиссию еще на один срок. Это личная вендетта. Ну, и таких целей, честно говоря, целый мешок, ну, в зависимости от ситуации, как все получится. Виктор Орбан, как опытный политик, знаете, ставит сразу на много этих как-то значков, наверное, на игровом поле. Ну, и попытается взять максимум. Наше задание, чтобы у него это не вышло. Дмитрий, большое спасибо за то, что к нам присоединились. К сожалению, время на общение исчерпано. Дмитрий Тужанский, директор Института Центральной Европейской Стратегии, основатель проекта RE Open Ukraine, напомню, к нам присоединился. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.